Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта – телеком-оператор «Дом.ру». Всем привет! В прошлый раз мы начали говорить о видах интернет-рекламы. Узнали, что такое маркетплейсы, какая бывает реклама в Яндексе и Гугле, что такое контекстная реклама, как продвигать себя в соцсетях. Технологии диктуют нам все новые и новые варианты размещения интернет-рекламы. И сегодня мы поговорим про новый инструмент под названием RTB – Real-Time Bidding, что в переводе с английского означает «аукционы в реальном времени». Есть еще интересный формат, который я здесь не указал. Это RTB, так называемый. Я его на листе покажу. Интернет на фактуре какой-нибудь сейчас нарисую. То есть, есть вся реклама, которую мы сейчас показывали, в основном она ориентирована на либо запросы, либо на показы на конкретных площадках. Но это сейчас уже не все, потому что появилось RTB, часто называют программатик-байинг еще, то есть так называемые программные закупки, умные закупки. И они работают немного по другому принципу. То есть, вот есть у нас человек, да, там Петя, не знаю, который утром пришел на работу, например, посмотрел РБК, курсы валют. И здесь у нас стоит определенный пиксель, да, назову это так, который считал данные, ну, записал, что это Петя. Дальше Петя посещает сайт, например, турагентство. То есть, турагентство хочет в Египет улететь. Да, пиксель, ну, возможно, и в Турцию в тюнис не хочет, но, в общем, посетил сайт турагентства. Да, потом он посетил еще какой-нибудь сайт, там, еще сайт, еще, а вечером, например, пришел на фишки.нет. И, да, вечером он на фишки.нет сидит. Вот. И мы здесь, каким образом действуем, что мы, зная, что Петя посетил утром РБК, мы понимаем, что человек, например, там, ну, имеющий какое-то отношение к бизнесу или, там, условно, является ядром целевой аудитории РБК. Потом мы знаем, что, если здесь тоже были пиксели, что он еще и такие сайты посетил, то есть мы эти данные собрали. И в конце мы ему показываем рекламу на самой дешевой площадке, такой, как фишки.нет. То есть мы, по сути, того же самого человека, который был на РБК, только находим уже на фишках.нет. А на фишках.нет реклама стоит по определению дешевле. А человек-то не изменился. То есть мы здесь думаем, ой, а там аудитория у фишек плохая, аудитория у того плохая, какая разница, человек тот же. То есть это так называемые как раз аудиторные закупки. То есть фиксируется, что у человека есть либо интерес, либо там какой-нибудь таргетинг тоже возрастной можно ввести. И правда, ведь мы в течение дня можем заходить на абсолютно разные сайты, а дома их перечень будет еще более разнообразным. Таким образом, используя эту особенность человеческого характера, можно сэкономить свои бюджеты. При этом можно не ориентироваться на целевую аудиторию сайтов, потому что она в данном случае вообще не имеет значения. Как это настраивается? То есть можно либо самому обратиться в систему, которая называется так называемый трейдинг-деск. Это те, кто… Вот у нас были SSP, да, там Яндекс и Гугл и прочее. DMP, которые собирают данные. Еще есть DSP, это Demand Sales Platform и прочее. А трейдинг-деск, она просто ко всему этому подсоединяется и управляет как раз вот этой рекламой. То есть что показать на фишках, что еще где-то. То есть все эти данные копятся в одном месте. Вот, то есть, ну, либо можно не напрямую через трейдинг-деск, можно тоже в агентство обратиться, да, то есть посередине. Мы, например, оказываем услуги рекламы в RTB. То есть мы, например, когда делали для московского одного жилого комплекса рекламу, у них до этого была стратегия просто показа по неделям. То есть они покупали на том же самом РБК-недвижимость по неделям баннеры. То есть, например, каждый третий баннер показывался их на газете RU, еще где-то и прочем. То есть и тратили они 2 миллиона в месяц на такую рекламу. То есть мы, когда пришли, как раз недавно мы узнали про RTB, буквально там за 3 месяца протестировали там на своих кое-каких продуктах. И мы просто достигли тех же самых результатов по показам, по количеству заявок, по прочему, только с помощью RTB и при цене в 3 раза ниже. То есть мы уже потратили 700 тысяч. Абсолютно те же самые результаты. И достигли мы это как раз за счет того, что мы не платили вот этим РБК, не платили газете RU. Хотя мы показывались и на РБК тоже. То есть RTB позволяет показывать рекламу и здесь, только показывается она по принципу так называемых остаточных показов. Откуда появляется пиксель? Какие данные он позволяет получить? И как это может помочь вам сэкономить бюджет? Если эти вопросы пришли к вам в голову, то вы на одной волне с нашими участниками. На сайт просто в коде ставится пиксель, который позволяет сохранять данные по человеку. То есть код управляет также показом рекламы централизованно. То есть это все просто программные инструменты. Ничего в этом сложного нет. Они анализируют твое поведение. Какие данные они о тебе соберут, настолько они качественно будут оптимизировать рекламную кампанию. Вот это, кстати, тоже важный момент, который я не рассказал. То есть очень часто заказчики хотят получить определенный таргетинг. Например, возраст, пол, а еще лучше таргетинг прям по заявкам. То есть мне нужна аудитория, которая лучше оставляет заявки. Ну, логично, да, бизнес-задача. Так вот, эти системы, в принципе, позволяют это делать. Ну, то есть у них копятся данные, которые говорят, что, например, люди, которые прошли вот такой путь, РБК, тур, еще что-то, фишки, они, скорее всего, купят. Ну, для примера, да, эти данные, это алгоритмы классические. Посетил этот пользователь один, вот этот сайт другой, ну вот. И где потом, на каком именно сайте всплывает именно вот этот. На всех может всплывать. На всех этих посещаемых сайтах. Да, да, то есть когда мы вот в этом трейдинг-деск задаем настройки, мы можем поставить ограничения по цене клика. Ну, то есть вообще вся реклама уже в интернете, ну, 80% рекламы продается по принципу аукциона. То есть мы можем поставить, например, ограничение цены, CPC, до которого мы сейчас скоро дойдем, я надеюсь, если успеем. То есть это мы сами ставим ограничение цены? Да, да, мы можем поставить. Ну, то есть у нас есть какой-то бюджет, да, и вот мы его выставляем, так? Да. Нет, мы выставляем даже не бюджет, бюджет по-любому выставляется. Мы можем выставить, мы можем ограничить, например, ценой клика. То есть мы понимаем, что человек, перешедший к нам на сайт при нашей конверсии, должен нам стоить не дороже 30 рублей. Вы это задаете в системе. Соответственно, система как действует? У нее есть алгоритм, он ходит и проверяет. Так, здесь мы можем купить вот эту тысячу показов так, чтобы клик стоил не дороже 30 рублей. Потому что по всем этим системам, вот это тоже, кстати, важный нюанс, о котором часто не рассказывают ни сами системы клиентам, ни агентства, то что все деньги здесь, весь обмен ходит по CPM, то есть за тысячу показов. Они друг другу не продают клики, им все равно кликнет по твоему объявлению или нет. Так же, как вот с Фейсбуком, я приводил пример, да, или с Контактом, где есть за тысячу показов, есть за клик. То есть в итоге, когда вы ставите цену за клик 30, система все равно покупает, ну то есть она показывает вашу рекламу, чтобы показать ее, покупает вот у этих, у этих, у прочих, по модели CPM. И если ваше объявление не кликается, ну то есть люди не кликают по нему, а они показывают, то система просто перестает вас там показывать. И рано или поздно, если у вас, например, креатив плохой, ну там баннер, или настройки вы какие-то неверные выставили, или цена слишком низкая, просто она вас перестает показывать, и все. Ну что, похоже, с RTB разобрались. Это эффективный инструмент, если подойти к нему с умом. На этом перечень инструментов закончен. Пора разобраться с тем, как ими пользоваться, и какие виды рекламы бывают. Вернемся к маркетингу. Есть три основных вида рекламы. Первая – это имиджевая, вторая – продуктовая, и потом торговая. Чем они отличаются? В имиджевой, как правило, рекламируется бренд. То есть, ну, конечно, можно делать имидж и продукты какого-то, но это уже совсем другие задачи, которые встречаются очень редко. Цель имиджевой рекламы – это донести до человека основное рекламное сообщение. Какие-то рассказать об атрибутах бренда, которые есть. То есть, чтобы вы понимали, чем Toyota отличается от Mitsubishi, или чем Mercedes отличается от Honda. То есть, формировать какие-то ценности, атрибуты, которые мы на позапрошлом занятии рассматривали. Следующий вид – это продуктовая. Здесь мы уже рассказываем о конкретном продукте. И что здесь важно – это донести, собственно, характеристики продукта, УТП, которые мы тоже писали. Да, то есть, ну, вот здесь пример как раз, что нет никаких преград. То есть, мы говорим четко, что это продукт, о том, что сигнал улучшает и прочее. И здесь мы уже определяем выбор человека. То есть, мы уже понимаем, что он, например, к бренду лоялен. Нам нужно определить выбор его в пользу того или иного продукта. То есть, если вы видите рекламу бренда, к которому вы не лояльны, то вам на нее, в принципе, все равно. Какие там атрибуты будут, какие там характеристики будут идти, то это сильно неинтересно вам будет. Следующее – это торговая. Это как раз то, чем занимается большинство и дистрибьюторов, и вот маркетплейсов и прочих. Здесь нам уже… Здесь мы работаем с сформированным спросом. То есть, когда люди уже что-то ищут, они спрашивают, да, они там ищут себе в данном случае пластику определенную. И нам надо им убедить их купить именно у нас это. Здесь у нас… Здесь мы формируем спрос у большой целевой аудитории, как правило. То есть, у нас очень много лишней целевой аудитории может попадать. Ну, это всегда… Это нормально, когда мы пытаемся донести атрибуты. Здесь мы уже формируем спрос у конкретной ЦА, когда мы говорим про продуктовую рекламу. То есть, мы знаем, что люди, например, айтишники, посещают такой-то портал, и им нужно показать рекламу нового Wi-Fi роутера, да. Ну, давайте покажем им там. Вполне логично. То есть, мы там не показываем рекламу просто Apple, а мы показываем уже рекламу роутер Apple, там, решив все свои проблемы, айтишник. Да. И в торговой, да, мы обслуживаем уже существующий спрос, когда люди уже сами в Яндексе, в Гугле, или еще где-то ввели запрос, или ищут что-то интересующее их на том же самом маркетплейсе. То есть, они уже ищут дрель, шуруповерт, не знаю, уже может быть даже конкретной марки, и мы просто должны этот спрос очень быстро обработать. То есть, человек здесь уже, здесь и сейчас хочет купить. Как это может выглядеть, да? То есть, как правило, в имиджевой рекламе очень большое место занимает креатив. И очень небольшое основное рекламное сообщение. То есть, когда у нас, ну, потому что визуально, опять же, проще донести какие-то ценности, атрибуты. Вот, да, то есть, взывать к нашим чувствам. Вот. И основное рекламное сообщение, оно небольшое. То есть, все слоганы у компании обычно там 4 слова, да, там, 5. Вот. Дальше в торговой мы уже, ну, то есть, здесь уже примерно 50 на 50. Основное рекламное сообщение занимает больше места. Здесь уже все-таки важно какие-то характеристики дать конкретные. А в торговой мы уже просто должны кричать о том, что покупай здесь сейчас. То есть, давать все условия покупки на, ну, то есть, в одном месте. Это самое важное. Теперь, когда вы определились с видом вашей рекламы и придумали сообщение, несколько советов от Павла Тарелкина. Несколько советов, да, то есть, баннеры. Максимум 3 сцены, 15 секунд. Максимальная длительность, да. Далее, рекламный шум. Это как раз вот, когда вы понимаете, что если вы покупаете за показы, или вам говорят даже там с главной страницы, но одновременно показывается 10 баннеров, это рекламный шум. То есть, неизвестно, сколько человек реально увидели даже вашу рекламу. Ну, вот. Вот у Яндекса в этом плане, например, один рекламный блок на главной странице и в поиске один, да, это удобно. Если, ну, не считать контекстную рекламу. Потом еще серийный креатив. Это когда у вас есть одна центральная идея, а дальше вы ее обыгрываете по-разному. Да, то есть, например, как раз там Рэй-Бен 30-х годов, и там женщина, например, в очках, да, лежащая на пляже. Мужчина там, который на машине ездит и прочее. То есть, ну, основной посыл один, а дальше просто разные картинки. И человек не замыливается, он следит, думает, ой, сейчас куда-нибудь еще схожу, а там еще будет баннер похожий, да, с чем-то. Ему это интересно. И длина сообщения, да, что нужно, все прям конкретно. То есть, здесь совсем короткий пример, а здесь, ну, очень длинный, да, то есть, что-то посередине. Вот. Этапы разработки креатива. Это как раз и дизайнеров, и маркетологов касается. Первое – это целевая аудитория, да, то, что мы уже проделывали. Я надеюсь, теперь все понимают, какая целевая аудитория. Потом УТП, уникальное торговое предложение. При необходимости можно еще сделать анкетирование, да, выбрать какое-то лучшее УТП. Потом основное рекламное сообщение формируется. То есть, оно не всегда совпадает с УТП, да, понятно, почему. Потому что, например, просто голый слоган – это одно, а, например, слоган с призывом – это другое. Потом, после того, как основное рекламное сообщение есть, уже идут идеи в виде скетчей, в виде, ну, там, еще каких-то историй. То есть, самое главное, чтобы идея была целостная. Вот. После чего выбирается базовый формат, то есть, где больше всего будет показываться реклама в данный момент. То есть, например, это может быть наружка, это может быть интернет, это может быть в интернете, опять же, что? Это может быть контекст, может быть баннер, спецпроект, прочее. После чего это все отрисовывается. Далее это тестируется после того, как запущена реклама. Да, то есть, например, запустили пять разных креативов, посмотрели, какой лучше кликается, да, с помощью, может быть, АБ-теста технологии или там с помощью тех меток, да, внедренных. И потом уже просто адаптируется креатив под разные форматы. Самая лучшая идея. То есть, вот эти этапы, которые здесь выделены, их можно, ну, пропускать. То есть, не всегда они нужны. Особенно, если рекламная компания не длительная, бюджета нет, потому что любые тестирования тоже стоят денег. Напоследок поговорим об основных показателях эффективности интернет-рекламы. Часть из них нам уже знакома, поэтому разберем те, которые позволяют оценить стоимость действия пользователя. Ведь именно действий мы от него и добиваемся. И именно они приносят нам доход. Уже ближе к бизнесу переходим. Это, собственно, действия. Сколько целевых действий совершили пользователи, перешедшие на ваш сайт? Здесь считается в абсолютном числе. То есть, например, было всего 100 тысяч человек. Из них тысяча купили, 2 тысячи заказали звонок, 3 тысячи еще что-то. Строится в виде примерно такой диаграммы, только здесь еще внутри должны быть абсолютные значения указаны. Это просто количество действий. Чтобы считать количество действий, нужно иметь настроенные цели в Google Analytics и в Яндекс.Метрике. Следующий показатель – это CPA, то есть стоимость за действие, cost per action, сколько стоило действие. Считается тоже относительно просто. Объясню, почему относительно. То есть, у нас есть действия, которые подсчитаны, есть бюджет. То есть, дальше мы, по идее, можем что сделать? Как бы взять, разделить весь бюджет на все действия, получить среднюю цену действия. Но дальше у нас встают такие проблемы, которые чисто из разряда математики, что мы первое, как бы у нас ценность каждого действия разная. По сути, например, покупка для нас самая важная. И, ну, то есть, вот мое мнение, что надо считать по последнему действию. То есть, вот сколько самых ценных действий произошло при бюджете. То есть, например, было у вас 100 тысяч человек, точнее, 100 тысяч рублей потрачено и 10 продаж. Значит, одна продажа вам обошлась в сколько? В 10 тысяч рублей. Правильно? А также важно рассказать про метки, потому что это как раз относится к эффективности измерения рекламы. Когда мы показываем где-то рекламу, нам нужно настроить те метки, то есть, которые показывают, с какого сайта переходят люди, какой формат у нас объявления и какая компания проводится рекламно. Они, на самом деле, могут быть еще длиннее, там может быть еще куча другой информации зашита. Но очень часто, если вы переходите, например, с соцсетей на какой-нибудь там сайт, связанный с продажами, там вот как раз у вас такой длинный URL в строке поиска, а не просто короткий. Вот это значит, что компания измеряет эффективность рекламы. Лайк ей и лучи славы и поддержки. Этим немногие занимаются. Также метки можно использовать для измерения эффективности оффлайн рекламы. То есть, размещаете вы, например, ну даже рекламу на радио, где вы даете не основной свой сайт, имидж, там оптика, а там, не знаю, 1.optika.ru, спецпредложение для вас. И люди, когда попадают на этот 1.optika.ru, они через 301-ый редирект попадают просто на специальную страницу на основном сайте и в общую систему аналитики вписываются. То есть, разные адреса. Например, здесь вот промо-дайкин, а там, например, промо-1.дайкин, промо-2.дайкин. И просто, как бы, дальше есть технология 301-го редиректа, которая уже редиректит вот на вот такую историю. Не уверена. То есть, если человек по радио услышал вот этот сайт, он должен как бы куда дойти. А эта ссылка на нашем сайте? То есть, это страница нашего сайта? Да, на вашем сайте, да. Дополнительно прописанная просто, да? Да, да. Про перекос в бюджетах очень важный момент. Две одинаковых ситуации. Есть бюджет на рекламную кампанию «Миллион» и получаем мы 100 тысяч посетителей, да? Тратим еще 10 тысяч на разработку лендинга. Или креатива там, или еще чего-то. Конверсия у нас 1% из посетителя в заказ. Получаем 1000 лидов. Стоимость лида по формуле, которую мы недавно рассматривали, 1010 рублей. Абсолютно тот же самый бюджет. Берем 90, то есть, у нас есть миллион и 10 тысяч. Из них мы 900 тысяч тратим на рекламную кампанию. И 110 отдаем на лендинг, на контент для него, на креатив, на идеи. То есть, чтобы само наполнение, содержание было качественным. Конверсия становится всего на полпроцента больше. Точнее, на 50% больше от одного. А так это, ну, полтора процента. Вполне достижимый показатель. Лидов получаем больше. Стоимость лида ниже. Простая математика. Это вот то, почему не нужно экономить на идеях, на содержании, на разработке. То есть, бывает, когда закажут лендинг у какого-нибудь чувака там за 5000 рублей, потом вкладывают по 100 тысяч рублей в контекстную рекламу. Ну, то есть, вот это типичный пример. Пока мы вместе с агентством системного интернет-маркетинга «Аплэп» обучаем бизнеса нашего города, как делать сайты, наш интернет-партнер, телеком-оператор «Домру Бизнес» проводит образовательные мероприятия для своих партнеров, помогая им развивать свои компании. Информация – главная ценность в современном мире. Не случайно именно во Всемирный день информации федеральный телеком-оператор «Домру Бизнес» провел встречу «Цифровой переворот», как диджитализировать бизнес, экономя ресурсы компании. «Домру Бизнес» пригласил своих действующих партнеров и потенциальных клиентов для того, чтобы в рамках нашей бизнес-встречи осветить два основных продукта. Первый продукт – это облачный АТС, функционал которой позволяет делать ваш бизнес легче, проще, экономичнее, позволяет контролировать ваших сотрудников, ваши продажи и ваши звонки. И второй продукт – это Wi-Fi HotSpot. Данная услуга позволяет многим организациям, компаниям, такие как кафе, бары, рестораны, различные стоматологии, медицинские центры, увеличивать свой клиентский поток. И как показало последнее исследование, клиентский поток увеличивается на 15%, а средний чек увеличивается на 10%. На встрече гости узнали, как телефонные инновации помогают контролировать персонал, удерживать клиентов и сократить затраты, как Wi-Fi влияет на прибыль организации. Действующие клиенты поделились своими впечатлениями и дали советы, как использовать услуги «Облачный АТС» для сокращения расходов компании. «Облачный АТС» удобен тем, что очень гибкая настройка, то есть не нужно переплачивать за тех же самых дополнительных пользователей. То есть вот недавно у нас в гостинице увеличился пул номеров в полтора раза. То есть нам ничего не пришлось доплачивать за их услуги. Этим очень удобно. В «Эп-студии» мы пользуемся АВР, что позволяет сэкономить время как клиента, так и наше. То есть офис-менеджер не тратит свое время на переводы или на ожидания звонков для директора, для бухгалтерии, а также для техподдержки. Оценить удобство технологии «Облачный АТС» может каждый. Просто обратитесь в «Домру Бизнес». Что такое «Облачная АТС»? «Облачная АТС» — это современное решение офисной телефонии с широкими функциональными возможностями, которые позволят руководителю решить одновременно ряд бизнес-задач. «Облачная АТС» реализована на базе оборудования оператора «Домру Бизнес» и не подразумевает приобретение клиентам дорогостоящей офисной АТС и ее содержание. Таким образом, вы существенно сокращаете расходы на связь. После установки все ваши каналы связи и офисы будут объединены в одну сеть «Облачной АТС». Как работает «Облачная АТС»? «Облачная АТС» позволяет грамотно организовать работу всех отделов, настроить телефонные соединения между отделами, настроить поток звонков в колл-центр, связаться с сотрудниками вне офиса. С «Облачной АТС» вы можете быть на связи и контролировать телефонную связь вашей компании даже на расстоянии. Для этого достаточно лишь подключить планшет или ноутбук к сети интернет. Все управление телефонией в офисе происходит через личный кабинет. Чтобы приступить к работе, достаточно всего лишь три шага. Авторизоваться в личном кабинете, настроить внешние номера и внутренних абонентов и настроить дисковое пространство для хранения информации. Теперь вам доступен широкий функционал «Облачной АТС». С «Облачной АТС» вы можете отслеживать все звонки в колл-центр, вести переговоры внутренних абонентов, направлять звонки в дополнительные офисы, держать связь с сотрудниками вне офиса, организовывать конференции между офисами в разных городах, осуществлять выгодные звонки по миру, записывать сообщения при помощи услуги «Голосовая почта», если адресата не оказалась на рабочем месте. Расходы на телефонную связь, качество обслуживания ваших клиентов вы можете теперь контролировать с помощью статистики звонков и записи разговоров. Теперь ваш бизнес под контролем. Подключиться к «Облачной АТС» как и пользоваться в дальнейшем очень просто. Набираем номер и вызываем специалиста или оставляем заявку на сайте. «Облачная АТС» от «Домру Бизнес» подключена. На сегодня все. Наши участники вовсю применяют полученные знания на практике, чего и вам советую. Ведь интернет – самая развивающаяся отрасль в мире. Используйте его для своего блага. Смотрите нас каждую среду в 20.30 на национальном телевидении «Чуваши» или в любое удобное для вас время на сайте ntrk21.ru или на нашем канале в YouTube. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!